Представим себя в очень упрощенном мире, в котором есть две страны А и Б, и в каждой стране умеют выращивать только яблоки и бананы. Эта таблица говорит нам, что если в стране А все усилия бросят на выращивание яблок, то за человека день они получат три яблока, а если все усилия бросят на бананы, то за один человека день у них будет шесть бананов. Аналогично в стране Б. Там за один рабочий человекодень смогут получить либо два яблока, либо если бросят все ресурсы на бананы, то четыре банана. Итак, у кого сравнительное преимущество в производстве яблок? А у кого сравнительное преимущество в производстве бананов? И как им следует торговать друг с другом? Нажмите на паузу и попробуйте выяснить самостоятельно. Итак, когда мы ищем сравнительное преимущество, сначала нужно узнать, каковы альтернативные издержки производства яблок в каждой стране и каковы альтернативные издержки производства бананов в каждой стране. Пусть у нас здесь будет дополнительная колонка. Альтернативные издержки. Итак, какие альтернативные издержки производства яблок в стране А? Для выпуска трех яблок им придется отказаться от шести бананов. Значит, за одно яблоко они откажутся от двух бананов. Значит, здесь будет два банана за одно яблоко. А альтернативные сдержки производству бананов – это обратная величина. Это будет половина яблока за банан. Для страны В можно произвести те же расчеты. Какие альтернативные сдержки в стране В при производстве яблок? Можно посчитать так. Если они выпустят два яблока, то откажутся от четырех бананов. То есть по два банана за яблоко. И еще раз, мы хотим посчитать альтернативные сдержки для бананов. И у нас получится половина яблока за банан. Смотрите, в обеих странах одинаковые альтернативные сдержки производства яблок при пересчете в бананы и одинаковые альтернативные сдержки производства бананов при пересчете в яблоки. И получается, раз альтернативные сдержки одинаковые, давайте запишем, одинаковые альтернативные сдержки, то и сравнительного преимущества нет. Ни у кого нет сравнительного преимущества. И соответственно в нашей простейшей модели никто не получит выгоду от торговли. Можно представить эту картину наглядно, возможно так ситуация станет понятнее. Я нарисую координатные оси. Вот вертикальная координатная ось, а вот горизонтальная. Давайте по горизонтальной оси мы будем отсчитывать яблоки, а вертикальная ось это будут бананы. Причем это у нас производство за человека день. И яблоки тоже за человека день. Если в стране А все ресурсы бросят на производство яблок, то смогут выпустить одно, два, три яблока за человека день. А если все силы направят на бананы, то выпустят, отмечу, два, четыре, шесть. Это шесть, это четыре, это два. А здесь у нас три. Отмечу промежуточные значения для наглядности. Итак, если там все силы направят на бананы, они смогут произвести шесть штук в день. Кривая производственных возможностей будет в виде прямой и идти примерно вот так. А ее угловой коэффициент будет равен альтернативным издержкам. Увеличивая производство яблок за единицу, мы уменьшаем производство бананов на два. То есть в нашем случае угловой коэффициент, кстати отрицательный, будет равняться минус двум бананам за яблоко. Если оси выбрать и подписать именно так, я получу альтернативные издержки при производстве яблок в бананах. Увеличивая производство яблок, от скольких бананов я отказываюсь. Теперь посмотрим на страну B. В стране B могут выпустить либо четыре банана, либо два яблока, либо некое промежуточное значение. Обратите внимание, у этой прямой такой же угловой коэффициент, такие же альтернативные издержки. Если оси поменять местами, угловой коэффициент будет равен бананам в яблоках. Но так или иначе, если посмотреть на кривые производственных возможностей обеих стран, при производстве двух товаров у них одинаковый угловой коэффициент, а значит одинаковые альтернативные издержки, а значит не будет и выгоды от торговли. Суть сравнительного преимущества в том, что торговля выгодна обеим странам. Но бывают ситуации, в которых выгоды нет, когда у обеих стран одинаковые альтернативные издержки. И это пример такой ситуации. Иногда бывает так, что у стран есть свои сравнительные преимущества. Альтернативные издержки у них разные, но выгоды от торговли нет все равно. Возможно, они просто не знают альтернативные издержки друг друга. Может, они просто не торгуют. В общем, бывают ситуации, даже в нашем вот этом простейшем случае, когда странам невыгодно торговать. Классический пример, когда ни у кого нет сравнительного преимущества, когда в обеих странах одинаковые альтернативные издержки. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.